МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти минуты избирает меру пресечения и у главного санитарного врача Украины Святославу Протосу. Я напомню, его в собственном кабинете задержали в четверг вместе с Протосом. Был арестован и начальник департамента госсанэпидслужбы Александр Чепырной. В суде сейчас находится Павлина Василенко. Павлина, вечер добрый. Какие аргументы сторон и избрали ли меру пресечения? Добрый вечер. Судебное заседание уже закончилось. Оно длилось 5 часов. И в самом его начале защита Протоса и сам Протос попросили прекратить видеосъемку, чтобы не разглашать персональные данные. Итак, главного санитарного врача Украины Святослава Протоса обвиняют в том, что он, злоупотребляя служебным положением, получил неправомерную выгоду. Речь идет о том, что ко дню медика он выписал премию своим подчиненным в размере двух окладов. И при условии, что половину этой премии подчиненные ему вернут. Деньги должны были отдать наличкой через посредника. Особа получила премию до Дня медика. Разными способами. Что на карточковый рахунок, что через кассу. И потом через посредника половину грошей особистой. Сумма близко 300 тысяч гривен. На данный момент... Премию или повернуть? Повернуть. На данный момент объективно установлено, что больше 150 тысяч гривен было повернуто. Несколько человек в последний момент отказались повертать такие деньги. Деякие люди, честные, справедливые санитарные лекарь, взагалі отказались от отримания этой премии, когда узнали умовы ее отримания. Сам Протос комментирует что-либо отказался. Его адвоката требовали отпустить его прямо в зале суда, либо же выпустить под личные обязательства. При этом выдвигалось условие, что Протос даст свои два загранпаспорта. Это было бы гарантией того, что он не покинет пределы Украины. Обвинение прокуратура настаивала на взятии под стражу, или же как компромисс на залоге в 300 минимальных заработных плат. Это 413 тысяч гривен. Пробыв в совещательной комнате около часа, судья таки приняла решение, и Протоса выпустили под залог. Мы задоволенны в той части, что все-таки особа может поехать домой. У подозрений есть 5 дней на внесение застовы. Прокуроры решением суда не удовлетворены. В понедельник они собираются подавать апелляцию. А сейчас, в эти минуты, тот же Соломинский райсуд избирает меру пресечения заму Святослава Протоса Александру Чепуренку, извиняюсь, Александру Чепурному. Его также, обвинение также считает, что он причастен к этой афере с выплатами премии для санврачей. Студия. Спасибо. С нами на связи была Павлина Василенко. Соломинский райсуд в эти минуты избирает меру пресечения и у главного санитарного врача Украины Святославу Протосу. И мы продолжаем, потому что сейчас народные депутаты и активисты уже почти сутки блокируют Печерский суд и не дают силовикам вывести бойца батальона Айдар Валентина Лихолита. Я напомню, что вчера генпрокуратура сообщила о подозрении двум добровольцам Айдара в совершении ряда тяжких преступлений. Лихолиту избрали меру пресечения, два месяца содержания под стражей. Все подробности выяснял Егор Логинов. Когда Лихолиту сообщили о мере пресечения, шестеро депутатов предложили взять Айдаровца на поруки. Суд отказал. Адвокаты доказывали до ночи, сколько они сделали помилок, так быстро шили эти дела, что все были написаны под копирку. Депутаты вместе с активистами заблокировали здание суда и не пустили туда правоохранителей. Так прошла ночь. Было очень много людей, которых мы на Майдане называли космонавтами, в черных шеломах, в экипировании, спецпризначенцам. Что это было за подраздел? Мы не понимали, они вышелились из разных частей строительства. Тогда мы за помощью судовых мобилей забаррекодовали обидва входы и ждали на штурм, которого не было. Сегодня утром бойцы добровольческих батальонов привезли к зданию Печерского суда палатки и шины. Чуть позже перекрыли Крещатик. Сейчас мы будем проводить с ними разъясненную работу, объяснить, что это недопустимо, что есть очень большие проблемы, которые творят для, первое, для жителей города, и это не совсем способ для, скажем так, для решения проблемы, тем не менее с судом. Утром возле здания суда произошла потасовка между активистами и народным депутатом Сергеем Мельничуком. Нардеп заявил, что считает Лихолита виновным. Участники акции, в свою очередь, обвинили Мельничука в том, что он заинтересован в аресте Айдаровца. Везде скажу, всю правду скажу. И то, что тут сказали. Вот так и минимум. Генеральный прокурор Юрий Лусенко уже заявил, что берет дело Лихолита под личный контроль и посоветовал депутатам перестать на нем пиариться. Егор Логинов, подробности, телеканал Интер. И прямо сейчас с нами на связи Ольга Теребинская. Она везде следит за событиями в Печерском суде, где рассматривает дело Валентина Лихолита. Оля, здравствуй, ждем от тебя подробностей. Да, студия, мы целый день находимся в Печерском суде столицы. Здесь сотни активистов, которые не согласны с арестом комбата Айдара Валентина Лихолита с позывным «Батя». Крещатик до сих пор перекрыт посреди огромная армейская палатка. Требует изменить ему меру пресечения с ареста на депутатские поруки. Заявили, что пока Лихолит не выйдет из здания сам, а не с конвоем, они отсюда не уйдут. Апелляционный суд столицы согласился сегодня же рассмотреть это дело. Но вот после чего перевели всех Лихолита, его защиту, нардепов, прессу в зал с видеоконференции. Но спустя 4 часа заседание так и не началось. Есть два варианта развязания этого конфликта. Первый вариант, который мы сейчас попробуем реализовать, это подача апелляций защиту. И ждем, если это не случится. Как нам объяснили нардепы, в апелляционном суде не хватает одного судей для проведения заседания. Есть информация, снова же от нардепов, что прокуратура уже подала необходимое ходатайство и теперь судью ищут здесь, на месте, в Печерском суде. Ситуация достаточно запутанная, но пока что все остается по-прежнему. И когда состоится суд, и кто его проведет, неизвестно. Мы следим за происходящим, и если что-то изменится, обязательно сообщим. Студия. Спасибо. Это была Ольга Теребинская, и мы продолжаем. Обстрелы на линии соприкосновения не прекращаются в направлении Дебальцево и под Донецком в районе Авдеевки. Боевики использовали 120-мм минометы. Все подробности знает Ирина Баглая. Среди развалин под регулярными обстрелами самое дорогое у бойца – две детские игрушки. Я их всегда в карманчик положил, в рюкзак поставил около себя. Где бы я не спал, я всегда себе где-то какую-то полочку придумал. Но они всегда около меня. Всегда они около меня. Сплю я, и сплю, и сплять они. Спать в Авдеевской промзоне удается нечасто. Пока беседуем о доме, за стеной разрываются гранаты. Боевики настойчиво пытаются вызвать армейский огонь. Приходится прерваться. В АТО Сергей участвует осознанно. Втайне от жены собрался и сам пришел в военкомат за повесткой. Не так страшны армейцам здесь пули и мины, как переживания за них родных. Большинство стараются до последнего скрыть, где находятся. Чтобы любимые были спокойны. Тяжело быть папой и дочкой? Тяжело, потому что просто я знаю, что они там меня ждут. Для меня сердце болит просто за этих детей. Самое главное для военных – поддержка. Спустя некоторое время и Сергей услышал главные слова от жены. Погасить огонь противника удалось. Командир роты проверяет в силе целы. Короткий анализ действий. Иваныч самый старший. Командир на днях отметил в промзоне юбилей. 55 лет. О себе говорит мало. Все больше о молодых. Гордится ими, как своими детьми. А дома у него уже внучки подрастают. Дружина. Внучки чекают. Дети, друзья. Внучки две маю. Да, две внуки. Третий класс и первый класс. Маша. Это молодая. Как только вспоминает о семье, лицо меняется. В улыбчивом дедушке уже и не узнать воина, который пятью минутами ранее руководил боем. Внучки знают, где их дед. И чтобы он поскорее вернулся домой, план нарисовали. Это план захвата сепаратистов. Когда они заснут. Ну, понять. Надо понять. Вы понимаете? Так. Я. Она рассказывала, говорит, что они заснут, вы их обойдете. И там сразу сон их всех вбьете. Иди, перебежи домой, говорит. Вот так. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. США могут выделить еще полмиллиарда долларов на усиление обороны и укрепление безопасности Украины. Соединенные Штаты уже направили на эти цели 335 миллионов долларов. И финансовая поддержка на этом не закончится. В ходе саммита НАТО в Варшаве, который пройдет 8-9 июля, планируют одобрить целый пакет помощи Украине. Об этом заявил президент Петр Порошенко в аэропорту Борисполь. Там он принял участие в передаче контрбатарейных радаров, которые США прислали украинским военным. Я хочу наголосить, что украинцы порог держат сухим. И как только возникает загроза наступу, я никому не раджу переверять украинские войска. А в самих Соединенных Штатах опубликовали резонансный доклад. Это данные о жертвах среди мирного населения во время антитеррористических операций с применением беспилотников. Подробнее мы, коллега в Вашингтоне, Тихон Зятко. Подобное раньше было сложно представить. Власти США не только рассказывают об операциях по борьбе с терроризмом, но и называют возможное число мирных жителей, которых по ошибке они могли убить в результате ударов беспилотников. Президент верит, что наша контртеррористическая стратегия более эффективна, когда построена на принципе открытости. Конечно, мы не можем рассказать все, но раньше и подобная информация осталась бы секретной. Как следует из данных, опубликованных на сайте национальной разведки, от ударов беспилотников могли погибнуть от 64 до 116 мирных жителей. Речь идет о времени президентства Обамы. Всего было нанесено почти 500 ударов, и от них погибли почти 2500 предполагаемых террористов. Причем в докладе, опубликованном разведкой, говорится только о тех странах, где США наносили удары, но при этом военные действия не ведут. Например, Сомали или Пакистан. О Сирии и Ираке в докладе ни слова. Насколько эти данные отражают реальность, остается только гадать. Осенью издание «Интерцепт» опубликовало внутренние документы Пентагона, из которых следует, что качество разведки перед ударами оставляет желать лучшего, и те, кого записали в террористы, не обязательно ими являются. А потому и цифра 116 мирных жителей может быть гораздо выше. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала «Интер». Москва будет пристально следить за ходом саммита Североатлантического альянса, который 8 июля начнется в Варшаве. Об этом сообщил российский МИД. Уже после встречи 13 июля должен состояться и Совет России и НАТО. Так договорились министры иностранных дел Франции и главный дипломат России. По словам Сергея Лаврова, Москва хочет изучить решения, принятые на саммите в Варшаве. Будут говорить и о безопасности полетов над странами Балтии. За проведение Совета России и НАТО высказалась и канцлер Германии Ангела Меркель. Глава МВФ Кристин Лагард может предстать перед судом французским. Прокуратура страны рекомендовала Верховному суду отклонить апелляцию директора МВФ и начать против нее судебное разбирательство. В чем подозревают Лагард и какие наказания грозят об этом далее? У директора-распорядителя МВФ большие проблемы. Не исключено, что вскоре вместо того, чтобы решать, каким странам выдавать кредиты, а каким нет, Кристин Лагард придется отвечать перед судом. На родине, во Франции, ее подозревают в служебной халатности. История, которая может погубить карьеру Кристин Лагард, началась более 20 лет назад. Тогда влиятельный французский бизнесмен Бернард Топи продал контрольный пакет акций компании «Адидас» одному из государственных банков Франции. А через несколько лет обвинил финучреждения в умышленном занижении стоимости компании и потребовал компенсации. Судебная тяжба длилась годами, пока в дело не вмешалась Кристин Лагард. В 2008-м Лагард, которая тогда занимала пост министра финансов Франции, передала дело в арбитраж. И Топи получил от государства огромную компенсацию – почти 400 миллионов евро. Позже суд отменил это решение, бизнесмены обязали вернуть деньги, а Лагард обвинили в халатности. Якобы она помогла магнату, который был ближайшим соратником президента Николя Саркози, что привело к незаконной растрате государственных средств. Сама Лагард все обвинения отрицает как безосновательное и подала апелляцию на проведение против нее судебного разбирательства. Придется ли Кристин Лагард отвечать перед судом, окончательно решится 22 июля. Если да, и если ее признают причастной к делу Топи, Лагард грозит штраф в размере 15 тысяч евро и даже тюремное заключение сроком до года. В фонде, впрочем, уже заявили, шеф уверят. И надеются, что она и дальше будет эффективно выполнять свои обязанности. Татьяна Луганова, Геннадия Никеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Более тысячи автомобилей сегодня застряли на украинско-польской границе. Там продолжают бастовать польские таможенники. Они не согласны с планами правительства присоединить... Они не согласны присоединить их службу к налоговой. Огромные очереди образовались на всех пунктах пропуска. По сообщениям украинской госгранслужбы на границах со Словакией, Бенгрией, Румынией и Молдовой очередей нет. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Тайник с оружием обнаружили на окраине Харькова. Его обустроили в лесопосадке недалеко от кольцевой дороги. Сотрудники СБУ изъяли 5 ручных гранатометов, более 50 гранат и 3,5 тысяч патронов различных калибров. А также 55 комплектующих к боеприпасам. По версии Силовикова, арсенал предназначался для диверсионных групп, чтобы устраивать провокации на территории Харьковской области. На Мариупольском направлении самые горячие точки. Это Маринка, Красногоровка, Новотроицкая, Широкино, Гнутово и Талаковка. Бои не утихают ни днем, ни ночью. Боевики бьют из минометов и тяжкой артиллерии. Как прошла сегодняшняя ночь на наших позициях под поселком Коминтерного? В сюжете Станислава Кухарчука. Вечер на опорном пункте возле Коминтерного. Уже изрядно уставшие бойцы приводят себя в порядок. Повод есть. Сегодня над позициями поднимут новый флаг. Старый накануне разорвало осколками вражеской мины. Мероприятие проводят по регламенту и даже по звуке государственного гимна. На позиции спускаются сумерки. Бойцы спешат пополнить боекомплект. Ночи здесь, как правило, жаркие. Наемники долго себя ждать не заставили. Со стороны оккупированного Коминтерного на наши позиции обрушивается огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Опорный пункт пристрелен, поэтому военные работают четко и аккуратно. Едва мы успели повесить флаг, они открыли шквальный огонь. Пули свистят прямо над головой. Вечерний стрелковый бой длится до самого заката. Едва солнце садится, наемники пускают в ход уже минометы. Бьют по соседям. Пока боевики перезаряжают оружие, бойцы успевают устроить с ними своеобразную перекличку. Дистанция позволяет. До позиции противника всего 500 метров. Это святая музыка, пацаны, не нервничайте. Все нормально. Застрелься! Эй! Доноре! Продуй поребрика домой! Бой утихает только к часу ночи. Ребята позволяют себе немного расслабиться. Михалыч и по возрасту, и по боевому опыту самые старшие на позиции. За плечами у него уже два года войны. После мобилизации он подписал контракт. Говорит, если бы боевиков сегодня не причесали, стреляли бы до утра. А мы отдали ответку. Бачите, успокоили их, успокоили. Может до утра будет тихо, там кто его знает, что у них еще в голове. До рассвета боевики лишь короткими очередями простреливают наши позиции. Снова начинать бой желание у них, похоже, пропало. Но утром ребят ожидала плохая новость. Наемники снова сбили флаг. Шнуров злилили, не попали. Маю счастье. Знамя ребята сегодня снова поднимут над позициями. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. В Одессе переселенцы из Донбасса заняли одно из постующих зданий. До этого люди не раз просили местных чиновников помочь им с жильем. Репортаж Андрея Анастасова далее. Проходите, посмотрите. Здесь у каждого свое место. Матрасы, одеяло, деревянные поддоны. Софья Маркина, переселенка из Донецкой области, показывает, как устроились люди. Это бывшее общежитие Одесского порта в самом центре города. Здание находится на балансе облсовета, то есть коммунальное. До этого, рассказывают люди, они несколько месяцев просили чиновников облгосадминистрации начать поиски социального жилья. Последней каплей было то, что нам сказали, что жилья в Одессе нет. После чего мы нашли не одно здание, поверьте. Это нормально, это нормальная схема, когда здание рушится, к примеру, да, и потом там за бесценок его кто-то покупает. Довольно обширную территорию переселенцы заняли мирно. Ломать забор не пришлось, просто зашли. Сейчас здесь около ста человек, третий из которых дети. Все это люди, у которых просто нет денег, чтобы арендовать жилье. Татьяна Сергеевна из Луганской области, инвалид второй группы, говорит, ее доход 2000 гривен в месяц. Я не могу оплатить жилье. Ну, мы просим, конечно, чтобы нас поняли, вошли в наше положение. В Одесском облсовете произошедшее назвали незаконным самовольным заселением и опасным. Ведь часть здания в любой момент может обрушиться. Размещение на сегодняшний день в данном здании невозможно по причине его аварийности. Плюс ко всему, есть еще как бы законная процедура передачи коммунальной собственности в пользование, либо там в отчуждение. Впрочем, Юрия из Донецка аварийность дома не смущает. Главная крыша над головой. Теперь свое слово должна сказать обл-администрация, которая все это время и вела диалог с переселенцами. Сами люди намерены оставаться здесь до тех пор, пока квартирный вопрос не сдвинется с мертвой точки. А вот в полиции уже открыли уголовное производство по статье самоуправства. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. Германия вдвое увеличит расходы на беженцев. В течение ближайших четырех лет власти планируют потратить на нужды мигрантов 77 миллиардов евро. Львиная доля этой суммы будет уходить на социальные льготы, обеспечение, предоставление жилья и обучение мигрантов. Минфине Германии говорят, экономия в последние годы позволит стране выделить необходимую сумму. 20 заложников и все иностранцы погибли в столице Бангладеш, Даке. Боевики захватили кафе, популярное среди туристов. Операция по освобождению посетителей длилась 12 часов. Продолжит Дмитрий Евчин. Террористы ворвались в кафе ночью. Вооруженные автоматами Калашникова с собой принесли взрывчатку. В это время в популярном заведении было более 30 посетителей, в основном туристы. Я увидел, как двое боевиков начали стрелять в воздух и бросился в безопасное место. Позже террористы вновь открыли огонь. С криками «Аллах Акбар» вошли в кафе и заперлись внутри. В закусочной прогремели взрывы и раздались автоматные очереди. К зданию начали прибывать скорые. На улице к 10-миллионной Даке появилась военная техника. Власти объявили о начале масштабной спецоперации. Под руководством вооруженных сил и при участии солдат военно-морского флота, военно-воздушных сил, полиции и батальона быстрого реагирования, мы провели операцию «Удар молнии». На штурм пошли более 100 спецназовцев и военных, но «Блицкрига» не вышло. Только спустя 12 часов с момента захвата кафе террористами спецназовцы вошли в здание. В результате операции погибли шестеро военных и двое полицейских. Внутри кафе обнаружили тела заложников. Большинство из них террористы убили. Ответственность за атаку взяло на себя исламское государство. Нам удалось спасти 13 заложников, но остальные погибли. Еще несколько человек ранены. Наши силовики застрелили шестерых террористов, одного арестовали. Мне кажется, у этих людей нет религии, ведь они идут не молиться, а убивать. Среди погибших кафе граждане Шри-Ланки, семеро японцев и девять туристов из Италии. На сегодняшний матч Евро против Германии футболисты сборной Италии выйдут на поле с траурными повязками. Дмитрий Евчин, подробности, телеканал Интер. Многотысячный марш против выхода Британии из Евросоюза прошел в Лондоне. Участники акции призвали парламент Соединенного Королевства отменить результаты референдума. Марш за Европу стартовал от гайд-парка. Протестующие, преодолев три километра, дошли до здания парламента, где состоялся митинг-концерт. Выступали политики, артисты и поэты. 34 тысячи британцев в соцсетях подтвердили свое участие в марше. Я напомню, после оглашения результатов референдума, петицию о проведении повторного голосования подписали около 4 миллионов жителей Британии. Зачем британская королева поехала в Шотландию и как теперь называет свою бывшую Джонни Депп? Об этом не только в нашем обзоре. Британская королева собственным авторитетом поддерживает единство страны. Сегодня она открыла пятую сессию шотландского парламента. Шотландцы проголосовали против выхода из ЕС на референдуме и в Эдинбурге заговорили о независимости. Ведь Соединенному Королевству голосов за то, чтобы остаться в Евросоюзе не хватило. Уже на этой сессии шотландский парламент может наложить вето на выход из состава ЕС. В официальном обращении королева референдум не упомянула, но отметила. В нынешнем мире все труднее оставаться спокойным и собранным. Первый этап велогонки Тур-де-Франс стартует на знаменитом острове-монастыре Мон-Сен-Мишель. На старт 103-й велогонки традиционно выйдут 22 команды. Поддержать их в одно из красивейших исторических мест Нормандии съехались болельщики со всего мира. Маршрут Тур-де-Франс это 3,5 тысячи километров по территории четырех стран. Финишируют участники велогонки через три недели на Елисейских полях в Париже. Была стройняшкой, стала дрянью. Голливудский актер Джонни Депп после развода изменил татуировку с прозвищем бывшей жены. Депп сделал ее на пальцах правой руки в прошлом году после свадьбы с Эмбер Хёрд. А теперь появился на публике с новой. Он поменял в середине слова две буквы. Напомним, после жалоб Эмбер на насилие со стороны супруга, суд запретил голливудскому актеру подходить к ней ближе, чем на 90 метров. Проиграли с честью во французском Лиле. После поражения своей сборной бельгийские фанаты устроили болельщикам у Эльса коридор славы. Бельгия уступила валийцам 1-3, но и фанаты решили отдать должное соперникам. Поклонников у Эльса они провожали аплодисментами и рукопожатиями. Имя ведьмы в польском городе Слупск, один из перекрестков, назвали именем женщины, которую в начале 18 века, обвинив в колдовстве, сожгли на костре. Она готовила и продавала лекарственные смеси из трав. Сдал женщину местный фармацевт. В итоге знахарку осудили, реабилитировали три века спустя. Она была последней, кого в городе сожгли по обвинению в колдовстве. Орангутанг сбежал из вольера в парке развлечений во Флориде. В зоопарке пропажу заметили не сразу. 18-летнюю самку, которая пошла гулять и с интересом разглядывала туристов, на камеру снял посетитель. Чтобы вернуть Орангутанга домой, работникам развлекательного центра пришлось выстрелить в животное иглой с транквилизатором. В Николаеве портовики начали реконструкцию исторического парка с целебным источником. Бизнесмены организовали среди местных жителей конкурс эскизных проектов реконструкции парковой зоны и уже готовятся к строительным работам. Подробнее в сюжете о моих коллегах. Парк Богоявленский сегодня парком назвать сложно. Все заросло деревьями и камышом. По протоптанным дорожкам местные жители ходят купаться к источнику. Целебная, говорят, здесь подземный бьет, подземная вода. Перед работой пошел, скупнулся, пошел на работу. Заряд энергии вообще супер просто. Вода на поверхность пробивается из огромной подземной реки. Говорят историки, температура источника и зимой, и летом плюс 16. Поэтому купаются здесь круглый год. Именно с этого места начинался город Николаев. Потому что именно сюда приехал тогда Михаил Леонтьевич Фалеев в поисках места для строительства верфи. И выбрал Витовку, мы находимся в Витовке, источник с водой. С водой целебной. Это была удивительная роскошь и редкость в степи найти питьевую воду. Ныне парк бесхозный. Восстанавливать историческое место, а для некоторых жителей это целая святыня, взялся порт Никотера, который входит в группу ДЭЭП. Предприятие организовало конкурс эскизов реконструкции. Сегодня огласили победителя. Это Инна Троянская. Было предложено накрыть данную территорию от купола, купель в виде креста, поставить каплычку и сделать детскую площадку для детей, которые приходят со своими родителями отдохнуть. На основании эскиза разработают проект реконструкции и начнут работы. Городские власти пообещали организовать все без бюрократических проволочек. Мы хотим помочь городу, объединив усилия, создать хотя бы вот эту купель, вот этот центр этого парка, для того, чтобы уже в дальнейшем мы могли развивать все больше и больше и уже сделать этот парк. Роль влады в работе с бизнесом должна быть такая, чтобы не нужно допомогать, стоит не заважать. Что касается всех погоджевальных документов, городская влада пойдет на встречу, прискорит все возможные процедуры и приблизит час их выполнения до нуля. Парк Богоявлинский – это уже второй масштабный проект по развитию территории в Николаеве, за который взялись портовики групп ДФ. Ранее предприятие обустроило детский городок сказка в Корабельном районе. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер Николаев. Редакция подробностей недели уже готовит для вас выпуск наиболее самых значимых событиях последних семи дней. И уже завтра вы узнаете все самое интересное и вот коротко о чем пойдет речь. Не пропустите в подробностях недели. Взрывоопасная Турция. Безопасно ли сейчас летать в Стамбул и отдыхать на турецких курортах? Испугали ли теракты туристов? Отпуск есть отпуск, хочется отдохнуть на свой риск и страх. День независимости с непредсказуемым итогом. Шотландия желает защитить свои отношения с Евросоюзом. Брекзит. Сюрприз за сюрпризом. Почему Шотландия не хочет выходить из ЕС? Делили Закарпатье, так что пули свистели. Правый сектор против милиции. Громкое дело год спустя. Где затеряли следы участников перестрелки? Преступление без наказания. Обратный эффект. Вышедшие по закону Савченко снова за решеткой. Кто-то вышел из тюрьмы и почти что сразу вернулся обратно. А кто-то уже концерты на свободе дает. Безвозвратные угоны. Только в Киеве за сутки угоняют 10-15 автомобилей. Куда они исчезают? Сейчас находят только одну из 10 машин. Основный вал угонов где не на Донбасса, а где на территорию Крыма. Где они, черные дыры? Расследование программы. Главные темы в прямом эфире. В подробностях недели. Ровно в 8 вечера в это воскресенье. Вот чем жила страна сегодня. Следите за новостями на нашем сайте подробностей. Приятного вам субботнего вечера и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин